МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире телеканала «Союз. Четверть часа». Сегодня мы решили продолжить тему устройства православного храма. Поговорим о том, что такое притвор. А во второй части программы посмотрим выступление гостя нашей студии, солиста Свердловской государственной академической филармонии Алексея Петрова. Итак, устройства и элементы утвари православного храма в рубрике «Терре инкогнито». В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о том, что такое кадила. Напомню, это металлическая чаша с искаленными углями. На них кладут смолу восточных деревьев – ладан. В изгорании образуется благовонный дым фемиам. И эта чаша подвешена на цепях, и священник ее использует для кождения. Далее мы разбирались, чем от кадила отличается паникадила. Несмотря на схожесть в названиях, отличается очень многим. Коротко говоря, это центральный церковный светильник. Был темой нашего опроса и алтарь. Это храмовая часть, расположенная за иконостасом, где совершается главное таинство христианской церкви – принесение евхаристической жертвы и божественной литургии. Наверняка все это вы и сами прекрасно помните. Однако повторение, мать учения и освежить знания никогда не вредно. Ну а сегодня речь пойдет о том, что такое церковный притвор. Что он из себя представляет и в какой части находится. Давайте попробуем разобраться, но прежде наш традиционный уличный опрос. В храме есть притвор. Притвор – это где? Если честно, мы не знаем абсолютно. Это сбоку находится. Вообще там, по-моему, должно происходить… Так, если в русском словаре притвор, да, притворить, закрыть. Либо это входная часть, либо это боковая часть, где проходят определенные таинства. Может быть так. Этого я не знаю. Не знаю, что такое притвор. Притвор – это… Вот за алтарем там… Вход к алтарю, в общем-то. Притвор, по-моему, за Коностасовым находится. Насколько… Ну, вот здесь чуть-чуть небольшие сложности возникли. Я думаю, что там место, куда не допускают прихожан. Прихожан, где таинство священнослужителя, где его, по-моему, облачают. Я вот тоже не знаю, к сожалению. Там где прихожане и не присутствуют. Да. Ну, так вот, по-обывательски. А между тем, в притвор мы попадаем сразу, как только заходим в православный храм. Пусть мы иногда и не знаем его название. Это самая ближняя ко входу часть храма. От основной она обычно отделяется стеной с дверными проемом. Но, правда, этого разделения может и не быть. Если уж совсем упрощать, то можно сказать и так, как в бане есть предбанник, так и в месте духовного очищения есть подобное пространство. Притвор располагается с западной стороны. Эта часть храма соответствует двору Ветхозаветной Скинии. Туда могли входить не только иудеи, но также и язычники. Притворе же христианского храма в древней церкви вместе с оглашенными, то есть готовящимся к таинству крещения, и кающимися могли находиться слушающие. Так называли приходивших для слушания Слова Божия иудеев, еретиков, раскольников и язычников. А вот в древних русских храмах византийского стиля притворов часто не было вовсе. Ко времени принятия Русью христианства в церкви уже не было изначальной строгости правил относительно оглашенных и кающихся. В православных странах людей уже крестили в младенческом возрасте, и крещение взрослых было исключением, а поэтому и не было нужды специально строить притворы для оглашенных. Однако потом появилась традиция устраивать при храме трапезы для бедных, например, в дни поминомения усопших. И местом проведения этих трапез стали как раз притворы. Некоторые притворы русских средневековых храмов имели площадь в несколько сот квадратных метров. Но что же касается притворов современных храмов, они в большинстве своем невелики. Обычно в них располагаются церковные лавки. Дорогие друзья, мы очень любим, когда к нам в студию приходят гости, особенно поющие. За последнее время у нас побывали талантливые музыканты самых разных направлений. Это исполнители русской песни и духовных произведений, барды и фольклорные ансамбли. А совсем недавно в стенах нашей студии прозвучали песни, которые являются классикой советской эстрады. Сегодня мы хотим познакомить вас с солистом Свердловской государственной академической филармонии Алексеем Петровым. Стихи Геннадия Козловского, музыка Муслима Магомаева «Синяя вечность». Стихи Геннадия Козловского, музыка Магомаев «Синяя вечность» Стихи Геннадия Козловского, музыка Магомаев «Синяя вечность» Стихи Геннадия Козловского, музыка Магомаев «Синяя вечность» Стихи Геннадия Козловского, музыка Магомаев «Синяя dez線» Стихи Геннадия Козлов weaving «Синяя вечность» Грустные звезды в поисках ласки Сквозь синюю вечность летят до земли Море навстречу вид детские сказки На синих ладонях несет корабли Под морем море плевом скалом И неодно падаешь приймой Болем земли меня вдали-дали Санкт-Петербург Вместе с тобой, с тобой Санкт-Петербург Вместе с тобой С тобой, с тобой Пошли с тобой Спасибо гостю нашей студии Как вы понимаете, друзья, одним музыкальным произведением наше общение не ограничилось И в нашем эфире еще не раз прозвучит этот глубокий и сильный голос Но будет это в следующих выпусках программы «Четверть часа» А сейчас наше время в эфире подошло к концу Спасибо, что были с нами, дорогие друзья Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому